София, ты надеешься, что Си-Си пустит тебя обратно? Лайон, что об этом говорить? А ты повернулась? Это бессредметный разговор. Он не пустит меня обратно никогда в жизни. А ты повернулась? И у нас не осталось бы никаких шансов. Не надо было ехать мне с собой. Это ошибка. Не бойся, София. Ничего не бойся. Ты... София, ты дорога мне. Лайон, мы были страстными, безумными любовниками. А что получилось? Я поеду домой. Я не могу идти против твоей воли. Я не пират. Нет, Лайон, ты пират и вор, и всегда был таким. Да-да. И любовникам, преданным тебе душой и сердцем. Лайон, эта поездка как-то повлияет на твои отношения с Си-Си. Почему ты попросил меня поехать с тобой? Потому что хотел тебя. Нет. Ты думал и о Си-Си. Для тебя это победа. Удар по его гордыне. Какой мужчина устоит перед соблазном так легко сокрушить врага. Дальше. Вы поплывете обратно? Нет. Я наняла самолет. Я прилечу на нем в Санта-Барбару. Ты сможешь встретить меня? Конечно. Примерно в пол второго. Хорошо. А как ты, мама? Все в порядке. Очень хочу домой. Жду тебя. Как хорошо, что ты едешь домой. Спасибо, дорогой. Скоро увидимся. Пока. Что ты делаешь? Что надо? Не надо. Если ты хочешь вернуться, я тебя отвезу. Хорошо. Давай вернемся. Нет, я вернусь одна. Мне вообще не стоило ехать с тобой. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Подумай, София. Мы же любим друг друга. Ты зря все это засеял, Лайну. Посмотри. Посмотри, сколько дров мы наломали. Из-за меня с тебя ушла жена. Меня вызнал Си-Си. Страдают твои дети. И мои дети тоже. Ты думаешь обо всех, кроме нас самих. У нас есть своя жизнь. Боже, Лайну. Мы, ты и я, живем слишком долго. Слишком много людей вовлечено. София, уверяю, от себя все равно не убежишь. К черту. Домой. И ты тоже. Мы слишком многим причинили боль. Послушай. Мы тоже живые люди. Мы по-настоящему чувствуем. Нам бывает по-настоящему больно. Мое чувство к тебе не уменьшилось ни капли. Я ничего не забыл, София. Я знаю. Но мы никогда не сможем быть вместе. Никогда, Лайну. Никогда. Слушаю. Мистер Кэплоу? Да. Это Макс Бендер. Я слушаю тебя, Макс. Я хотел вам сообщить, что автор Локиджи возвращается домой. Значит, они возвращаются? Не они, а один мистер Локиджи. Вашей бывшей жены на Баку нет. Ты уверен? Да, да. Они заходили в Монтерае, а она там сошла. О, мой Бог. Вот это квартирка, а? Как красиво. Я и не знала. Что, ты здесь никогда не была? Нет, мне ее подыскал Лайна. Смотри, он все приготовил. Что? Ну, он приготовил все. Ну, все так, как я люблю. Мама, вы вместе едете на яхте, потом ты возвращаешься одна. Что все это значит? Значит, что я независима и самостоятельна. Он подыскал тебе квартиру, если ты такая независимая? Да, подыскал. И все. И больше ничего. Я все равно независимая. Поймите, Лайна был очень добр ко мне, когда я в этом очень нуждалась. Но мы просто старые друзья. И не более. Мама, что-то случилось? Мы поняли друг друга. Ну, а как у тебя будет с папой? Это не важно. Мое отношение к твоему отца не интересует. Он выкинул меня из своей жизни. А если он изменится? Как ты отнесешься к этому? Мама, если ты хочешь, ну, в общем, должен быть какой-то путь к примирению. Этого не будет. Мне надо учиться быть реалисткой. Иначе бывает очень больно. У меня есть... У меня есть... Кельнинг. Кельнинг. Это много. Это очень много. Так. Лайна. Мы же договорились. Я всего лишь хочу пригласить тебя на открытие казино завтра вечером. Я не пойду. Разве ты не идешь? Иду, но не с тобой. Надеюсь, увидеться с Сиси? И мысли такой не было. Не поможет. Даже если ты ляжешь у него на дороге, он не изменится. Лайна. Мой поход в казино не имеет никакого отношения к Сиси. Моя дочь много сделала, чтобы это казино открылось. Я еду ради нее. У нее праздник. Разреши мне отвезти тебя. Исключено. Я еду сама. Тебе это не принесет счастья. Как бы ты ни старалась, все равно ты от меня не убежишь.